Господин президент, у нас кое-какие проблемы. И что случилось? Полицейские застрелили ещё одного негра. И всё? Ну, ещё белое население просит им поднять зарплату. Вот чёрт! Что будем делать? Я не знаю, в бюджете больше нет денег. Что, вообще ничего? Вообще ничего. Тогда нам срочно нужно найти какую-то страну. А, начнём против них войну и заберём их нефть? Нет, нет, боже, нет, хватит одного Ирака. Просто найди страну для сравнения, типа у них всё хреново, а у нас всё ништяк, так что нихер жаловаться. Да, сэр. Я понял. Ну так, ты знаешь страну, где там хреново? Да, сэр. И что за страна? Ну, есть такая страна, Хазахстан. Ну и что там с этой страной? Ну, вкратце, эта страна находится в жопе. Там идёт война? Нет, там нет войны. Даже наоборот, эта страна очень богата ресурсами. Подожди, если страна богатая, то почему народ нищий? Ну, по-моему, проще будет объяснить секрет Бермудского треугольника, чем это... Ладно, хорошо. А вообще у них-то народ какой? Ну, народ менее прогрессивный, ленивый, вечно мусорят и... Всегда во всём обвиняют своё правительство. Всегда? Всегда. Даже если они сами срут неправильно. То есть, если я не могу трахнуть свою жену из-за того, что у меня не встаёт, то виноват в этом получается Акимат? Получается так. Что ещё скажешь? Ну, ещё и их женщины, казашки, всё время жалуются на то, что им не разрешают свободно жить. Типа там бухать, курить... Это не разрешают там на уровне закона, типа шариат? В том-то и дело, они не живут как женщины арабских стран. Они просто жалуются. А, ебаножки. Я тоже так думаю. Ну, а мужчины там какие? Ну, казахские мужчины тоже жалуются. Они говорят, что нету нормальных девушек, типа... Они все испорчены. И кто же трахает? То есть, кто портит этих девушек? Не поверите, но этих девушек портят они сами. Вот же долбоёбы! Точно. От твоего рассказа мне самому страшно стало. Не говорите. Жуткая страна. Боже упаси оказаться там.